МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основа любого авторитарного или тоталитарного режима – пропаганда. Ее механизмы могут быть разными, и зависят они от уровня жестокости и кровожадности власти. Почти два года Россия ведет полномасштабную войну против Украины. Одна из движущих сил путинской агрессии – пропаганда, масштабы которой беспрецедентны. Войска медийщиков в десятки лет работают на два фронта – внутри страны и далеко за ее границами. После начала полномасштабного вторжения пропаганда настолько прочно овладела умами миллионов российских граждан, что многие россияне поддерживают путинскую войну, готовы оправдывать любые военные преступления и даже написать донос на родных, коллег, соседей, позволяющих себе антивоенное высказывание. Почему и как пропаганда вытеснила в России правду и здравый смысл? Каков механизм ее действия? Операция «Приемник» – передача власти от Бориса Ельцина к Владимиру Путину в 1999-2000-х годах была основана на силе именно телевизионной пропаганды, с помощью которой никому неизвестный в стране человек был раскручен до победителя президентской кампании. Мне в страшном сне не могло присниться, что я когда-нибудь буду… Вот за меня смеетесь, я говорю совершенно откровенно. Не могу присниться, что я когда-нибудь буду участвовать в выборах, потому что мне кажется, что это абсолютно бессовестное дело. Придя к власти в 2000-м году, Путин быстро понял, что ему нужно прежде всего взять под контроль телевидение. Поэтому зачистку информационного пространства Путин начал с уничтожения неподконтрольного ему в тот момент НТВ. Затем были уничтожены другие независимые медиа. Программы «Вида», там, где Владислав Листьев начинал деятельность, взгляд его программы, программы Шендоровича, ИТОГО, КУПЛЫ, они несли альтернативный взгляд и несли прямую критику в адрес политиков, которые совершали плохие действия. Ну, там, иногда это был Путин, который выбирал, еще не был он президентом, особенно когда он был премьер-министром и председателем ФСБ. Тогда Шендорович со своей командой на него очень хорошо ездил, катком поезжался. Со временем, как Путин пришел к власти, все вот эти вот свободные программы с НТВ, с ОРТ, они быстренько ушли и их заменили достаточно стандартные. Ну, где-то он оставил, безусловно, развлекательный контент, который не связан с политикой. Там, это стирки всевозможные, там, где Нагиев принимает участие, программы той же самой «Камеди Клаб» и так далее. И к этому всему добавляет пропаганду. Вот с того времени сильно изменился контент, который вливался в лучшие глаза россиянам. Более 70% жителей России регулярно смотрят телевизор, свидетельствуют российские опросы 2023 года. Топ-3 телеканала – это рупоры госпропаганды, «Россия-1», «НТВ» и «Первый канал». Именно эти платформы годами создавали идеологическую почву для войны против Украины. Маховик ненависти был раскручен на полную в 2014 году в ходе аннексии Крымского полуострова и войны на Донбассе. К моменту начала вторжения России в Украину восприятие мира у миллионов россиян было полностью искажено. Десятилетиями выстраивался фиктивный мир, в котором Россия – это крепость, окруженная внешними врагами, которые намеревались ее уничтожить. Киев сегодня – это террористический режим. Так вот, для украинских нациков… Эта операция направлена на усмирение кровавых нациков. Передовые бронегруппы неонацистов и наемников… Нацистскую мразь! Я не хочу марать свои руки об эту мразь! Пшел вон отсюда, мразь нацистская! Пропаганда – это не только федеральные каналы, это не только условный Киселев, Соловьев, Скобеева, но это еще все практически кино, которое снимается в России. Это блоги, которые записываются для Ютуба при поддержке различных президентских фондов. Это система образования, конечно же, в которую вводятся новые предметы четкого идеологической направленности. Включил телевизор, даже если это не выпуск новостей, а какой-то очередной ментовской сериал, это уже проходит пропагандистская обработка. Пошел в кино, включил радио, послушал какие-то песни. Каждая, условно, вторая будет песней такой патриотической, такой про русский народ, про русское государство и про ее величие и так далее. Поэтому, если человек находится в тотальной пропагандистской вот такой обработке, то у него очень редко находится желание у кого-то там из этой клетки вырваться и что-то другое посмотреть. Работа в информационном пространстве – это поле боя. И здесь я очень рассчитываю на вашу помощь. Волномасштабная война против Украины вернула Россию к советским методичкам об агрессивном Западе, фашистах и идее священной войны. Но в отличие от советских методов, современная российская пропаганда имеет беспрецедентное количество технологий для воздействия на человека. Интернет, социальные сети, телевидение и кино делают кремлевскую пропаганду вездесущей. Даже как все это просто работает. Все смартфоны, например, которые продаются в России, они продаются в обязательном порядке. Это такие нормы регулирования этих продаж с предустановленными определенными программами. Программы – это корпорации Яндекс. А как работает Яндекс по сравнению с тем же Гуглом или другими поисковыми системами? Есть уже исследования, которые показывают, что вещи, которые неудобны российской пропаганде, которые не соответствуют российской пропаганде, они из поисковой выдачи просто-напросто удаляются. И если вы поищите что-нибудь по слову «Буча» или «Мариуполь» в Яндексе или в Гугле, вы получите на первой странице совершенно разные результаты выдачи. В Яндексе это будет инсценировка, заявление о том, что это пейк от российских и прочих официальных лиц или пропагандистских СМИ. В Гугле это будет все-таки изначально правдивая информация о том, что это за преступления, со свидетельствами, со ссылками. А большинство россиян пользуются Яндексом, который сотрудничает с российскими службами, потому что он предустановлен на все смартфоны, которые продаются в России. Интернет-пространство и социальные сети переполнены наемными интернет-троллями, в обязанности которых входит нападение и подрыв взглядов тех, кто имеет иную картину мира. Кроме того, современная российская пропаганда использует принцип многократного повторения. Ее задача – не освещение объективной реальности. Ее цель – распространять свою интерпретацию событий, которая будет поддерживать или оправдывать действия Кремля. Комплекс огромного количества сообщений, множество ресурсов распространения и непрерывного информационного потока делает темы российской пропаганды более привычными для своей аудитории. И вот так и повышается некий уровень доверия у зрителя. В 2014 году на Первом канале рассказывали о якобы издевательствах украинских военных над жителями города Славянска, в том числе о распятии трехлетнего мальчика на глазах у его матери. Сегодня ровно неделя с того дня, как киевские силовики вошли в оставленный ополченцами Славянск. Взяли ребенка, трех лет мальчика, маленького, трусика в футболке, как Иисуса, на доску бевлини прибыли. Один прибывал, двое держали. Фашисты так не делали. Фашисты. Пропаганда манипулировала эмоциями миллионов российских граждан. После репортажа в редакцию начали приходить посылки с гуманитаркой от телезрителей. Но вскоре оказалось, что все это лишь ничем не подтвержденные слухи. Задача пропаганды – это, во-первых, обеспечить эмоциональное воздействие на зрителя-служителя, чтобы он принимал эмоциональные, иррациональные решения. И второе – это ограничить доступ этого самого служителя-читателя, зрителя, для того, чтобы у него не было других точек зрения, чтобы он не посмел выбирать из чего-то. То есть вот, в принципе, это основная часть и основная задача пропаганды. А эмоциональных и таких ярких решений для создания картинки контента, включая и харизматичность ведущих или харизматичных тех, кто подает эту информацию, это очень важно. Чем, кстати, пропаганда России с большим успехом рефортуется. Также можно вспомнить инсценировку обстрела якобы на месте боевых действий в Донецке. На самом деле, корреспондент находился вообще в другом месте, в комнате, с выключенным светом. На кадрах отчетливо слышно, что запись инсценирована при помощи барабана. Это не звуки реальных залпов. Даже сама пропагандистка, не выдержав комичного сюжета, рассмеялась прямо в камеру. Да, линии соприкосновения с украинской битой 400 метров. По состоянию на 21 час они уже успели... Под видом серьезного новостного формата пропагандисты продвигают откровенную ложь, манипулируя фактами, событиями, эмоциями. Слухами, домыслами и версиями пропагандисты буквально заваливают умы своих граждан, при этом откровенно игнорируя логику и последовательность, что является еще одной манипулятивной технологией. Так было после трагического крушения Боинга МХ-17. Дабы замести следы преступления и снять ответственность с России, ее инфоресурсы тиражировали массу возможных версий о том, что стало причиной падения, в большинстве случаев обвиняя Украину. Ополченцы сообщают, что им удалось сбить еще один транспортный самолет украинских военно-воздушных сил. Вероятной целью украинской ракеты, попавшей в малазийский Боинг, мог быть самолет президента России. Незадолго до катастрофы по направлению к Боингу вылетел украинский истребитель Су-25. Человек, приславший снимок, на котором видно, как МиГ-29 уничтожает пассажирский Боинг, кем бы он ни был, безусловно, профессионал. Авиалайнер сбила ракета, выпущенная украинским штурмовиком Су-25. Малазийский самолет действительно сбили зенитные ракеты из комплекса «Бук». Сомнений в этом у экспертов практически нет. Про МХ-17 – это такой вот очень яркий показатель о том, как россияне чуть ли не одновременно в информационное поле вбрасывали множество, буквально десятки версий взаимоисключающих, которые не соответствовали друг другу. Главной задачей была убедить в том, что в катастрофе этого самолета, его сбитие виноваты не россияне, а кто-то другой. И дальше они работают также точно по всем крупным своим преступлениям. То есть это и Каховская ГЭС, это и Буча та же самая и так далее. Эта же технология использовалась после того, как вскрылись факты российских преступлений в украинской Буче. На множество эпизодов пыток и убийств кремлевские пропагандисты озвучивали множество альтернативных версий, местами доходящих до абсурда, заявляя, что тела убитых украинцев в кадре – это постановка. И буквально вводя зрителей в состояние бреда. Это тактика так называемого белого шума, одновременного вброса в информационное поле множества версий. Ее задача состоит в том, чтобы максимально дезориентировать людей, аудиторию, максимально ее запутать и подорвать доверие к реальным фактам, уравняв их с вот такими фейковыми, альтернативными, в кавычках, версиями. Откровенно менял пластинку и Владимир Путин. За время полномасштабной войны глава Кремля неоднократно озвучивал новые нарративы по поводу войны. От так называемой специальной военной операции и деноцификации до священной войны за свое Отечество. После начала полномасштабного вторжения в Украину зачистка медиапространства возобновилась. В первые месяцы власти РФ одно за другим закрыли или заблокировали независимые от Кремля медиа и соцсети. Таким образом, возвращая страну к классической медийной диктатуре, где альтернативная информация не существует. А тем, кто ее находит и распространяет, грозит уголовная ответственность по закону о фейках. Для россиян вера в пропаганду или, по крайней мере, публичная демонстрация доверия пропаганде, публичная демонстрация лояльности власти, публичная демонстрация веры в то, что говорят по телевизору, это способ выживания де-факто. Потому что в России прекрасно понимают даже упоротые всякие там зетники, патриоты, путинофилы, путинолюбы, потому что государство у них, мягко говоря, не демократическое, потому что государство может буквально любого человека по щелчку пальцев стереть в порошок. И чтобы тебя не тронули, чтобы тебя не трогали, я буду повторять все, что говорят по телевизору. Я буду всячески показывать государству, режиму, что я свой, ребята. Не бейте меня, не обижайте, не трогайте. Я свой, я полностью все поддерживаю. Поддерживаю Путина, поддерживаю СВО, поддерживаю все. Медийная диктатура формирует мировоззрение людей не только внутри страны, но и далеко за ее границами. Тезисы о том, что Россия – великая и могучая страна с великой культурой, до сих пор навязываются по всему миру. Согласно отчетам европейских исследователей, кремлевская пропаганда в ЕС направлена на продвижение кремлевских нарративов о несостоятельности, введенных против РФ санкций и об убытках, которые несут европейцы. Нет ни одного региона в мире, который не был бы охвачен российской пропагандой. Европа, Европейский союз борется, заставляет компании, фактически вынуждает биктек-компании бороться с батафермами в социальных сетях, в странах, допустим, Африки, в странах Азии, Латинской Америки. С российской пропагандой борются значительно меньше, где-то с ней вообще не борются. Мониторинги и исследования показывают, что россияне работают везде. И они максимально через все каналы, которые для них только доступны, они пытаются достучаться до иностранных граждан с целью дестабилизации ситуации внутри этих стран, вселения конфликтов в этих странах, разжигания ненависти, ну и продвижения своей адженды, своей картинки мира, своих нарративов. За годы становления монополии на правду в России можно проследить тенденции. Чем хуже ситуация внутри самой России, тем большее внимание уделяется нарративам о так называемом загнивающем Западе. Но информационная война разжигает ненависть и среди россиян. Любой, кто рискнул как-либо заявить оппозиции, которая идет вразрез с политикой партии, подвергается не только преследованиям со стороны силовых ведомств, но и давлению со стороны общества или даже своих родных. К примеру, печальная история Татьяны Степановой из города Дзержинск в Нижегородской области. С началом войны девочка заняла антивоенную позицию. В результате это привело к конфликту с собственными родителями. У мамы дома постоянный Соловьев в телевизоре. Путин красавчик. Его фото у нее в Инсте. У нас постоянные ссоры. Я однажды пришла к ним в футболке, хуй в войне. Меня папа чуть не избил. Душить начал. Это вообще какой-то трэш. Его мама утолкала в другую комнату. Я уехала. И с тех пор мы с ним не разговариваем. Затяжная война против Украины заставляет пропагандистов придумывать все больше лживых теорий и версий того, что происходит в реальности. Но чем дольше длится война, тем чаще можно услышать тезис о необходимости победы любой ценой. Очевидно, Кремль уже не пытается объяснить мотивацию начала вторжения. А акцентирует внимание на том, что у россиян якобы нет другого выхода. Ведь в случае поражения Россия будет уничтожена. Но в пропагандистской трактовке Россия – это Путин, а победа – это сохранение путинского режима. И теперь мы все с вами находимся на линии фронта. Характер войны меняется кардинальным образом, и все оказались на передовой. Идет религиозная война. А мы это осознали? Мы это вообще осознали или нет? После смерти Сталина, Сталин оказался плохим. Люди поддержали и разоблачали, и клеймили позором. Те, кто буквально за несколько лет до этого Сталина чуть ли не молился. Когда рушился Советский Союз, все были против Советского Союза. Никто не вышел защищать белому. Прошу прощения, когда был августовский путь 1991 года, никто из людей не вышел защищать Советский Союз. Никто не вышел защищать ГКЧП. А вот сторонники демократии, сторонники Новой России, которых там Ельцин был лидером, в 1991 году к Белому дому вышли, собрались и показали максимальную поддержку. Хотя перед этим, за несколько лет до этого, да буквально за год до этого, на всех партийных собраниях, на предприятиях, все все поддерживали, курс Советского правительства и Коммунистической партии, и все были за. Потом оказалось, что все как бы, не то чтобы за, скорее против. Когда был конец эпохи Ельцина, конец 90-х, все поддержали Путина, и потом 90-е оказались лихими, Ельцин оказался плохим, а Путин оказался хорошим, который практически перевернул политику задом наперед, и стал наоборот декларировать возвращение к этому советскому прошлому. Я думаю, если Путин завтра, грубо говоря, исчезнет, и какой-нибудь другой политический лидер, кого-нибудь из ближнего округа, вспомним, выйдет к народу и скажет, ребята, вы знаете, Путин вас всех обманывал, он был плохой, он был диктатор, он был людоед, он развязал несправедливую войну, то, в принципе, россияне могут к этому отнестись также с пониманием, и, в принципе, племение Путина на какое-то время в России снова станет трендом, до какого-то очередного политического витка. Хотя, опять, это все теоретические рассуждения, что будет с Россией там завтра, через год, через 10 лет, могут быть различные сценарии, мы можем только об этом сейчас рассуждать. Но, как показывает исторический опыт, все тайное рано или поздно становится явным. Как только правда пробивается, занавес пропаганды падает, а за ним и ее идолы вместе со своими режимами. Редактор субтитров А.Семкин